Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. В принципе, вам про, значит, синдром тревожного ожидания уже сказали. Вот, смысла. Повторяться здесь я особого не вижу. Вот. На мой взгляд, психотерапия здесь связана с довольно большим количеством сфер. Это и то, как вы воспринимаете себя, это и то, как вы воспринимаете интимные отношения, это и то, как вы воспринимаете своего партнёра, это и то, какие отношения вы выстраиваете, в том числе с женщинами, вот, это и то, какой у вас глобальный сценарий поведения, потому что то, что вас, например, ругала жена, это не случайно произошло, да, это произошло как раз в силу вот того, как вы себя позиционировали, да, и ставили. На мой взгляд, по крайней мере. И, соответственно, на это нужно тоже обратить ваше внимание. Вот. И сам по себе, опять же, сама по себе ситуация, которую вы описываете, связана с чем? С тем, что вы пытаетесь контролировать это, понимаете? То есть вы пытаетесь, с одной стороны, контролировать процесс, а с другой стороны, вы в него вкладываете, ну, явно что-то больше, да, чем он себе изначально содержит. То есть, когда, как бы, интимные отношения, да, не совсем интимные. Когда, как бы, близкие отношения не совсем близкие, да, то есть, как бы, когда там есть вот, ну, скажем так, что-то ещё, да, понимаете, о чём я говорю. И, естественно, вам от этого болезненно, потому что вы слишком много по-видимому вкладываете в интимные отношения. Например, ну, вот, допустим, заниженная ассамация, да, к примеру, вот, это в какой-то степени про это, заниженная ассамация, это вот в какой-то степени про вашу проблематику в том числе. Вот, поэтому я бы сказал, что, опять же, фиксация на интимной сфере, в данном случае фиксация именно, произошла не случайно, на мой взгляд, да, вот, фиксация произошла в силу важности этого для вас, вот. То есть, почему я боюсь, что, вот, у меня будет, там, неудача, да? Потому что для меня это важно, вот. А, соответственно, вопрос, который вам нужно, на мой взгляд, себе задать, да, вопрос. Это почему для меня, для меня это по классу. Вот. Или чем для меня это по классу. Понимаешь тебя, как бы? Вот. И когда вы на это обратите своё внимание, и когда вы, в принципе, вот, как-то сможете, например, с этим поработать, да? Тогда мне кажется, мне кажется, что ваша ситуация начнёт разрешаться. Когда вы увидите для себя, например, ну, разные способы взаимодействия, например, вот, с миром, с окружающим миром, я имею в виду. Когда вы увидите разные способы реализации себя, допустим. Вот. А сейчас у вас это вполне может быть довольно ограничено. Ну, ограничены вы в способах. Вот. Вот. Таким бы образом я вам ответил бы на вопрос, который вы задаёте. Поэтому рассмотрите для себя возможность психотерапии. Вот. 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 Рассмотрите для себя возможность как-то вот начать уделять себе время, для себя время. вот, потому что сейчас, по моим ощущениям, да, вы себе время уделяете как раз-таки совсем мало. Вот. И это может, как бы, в свою очередь, случить, вот, основанием для возникновения у вас таких симптомов, таких проблем. Вот. Вот. Если вы, например, просто, ну, вот, о себе не привыкли заботиться, допустим. Да? Вот. Самое, что это тоже требует определённого навыка, это тоже требует определённых ресурсов, это, ну, в определённой степени привычка. Вот. Такая же привычка, в принципе, как и любая другая. Вот. Понимаете, да? И мне кажется, что вот заботиться о себе вам нужно научиться. Вот. Вот. Сейчас вы этого, ну, сейчас вы о себе не заботитесь. Сейчас вы не привыкли о себе заботиться. Вот. И, соответственно, получаете, вот, такого рода трудности, такого рода проблемы, как мне кажется. Вот. Вот. Естественно, я могу ошибаться. Вот. Естественно, я могу быть не прав. Вот. Вот. В данном случае я не претендую на истину, вот, но просто хочу, чтобы вы немножко, вот, об этом подумали. Вот. Вот. Чтобы вы немножечко этот, этот момент как-то вот рассмотрели. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Буду благодарен вам за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Вот. Обрядная связь по тем вопросам, которые я озвучил в начале. Обращайтесь. Всего самого доброго и удачи.